Быстрее закрывайте это видео и удаляйтесь подальше от экрана, потому что сейчас будет хардкор старой школы. Ребята, всем привет! Сегодня буду тренировать ноги, а точнее пробовать приседания по луриху. Поэтому все те, кто переживает о технике выполнения упражнений, садятся до параллели, боятся, чтобы колено вылазило за носок, вес дают на пятку и на ребро стопы, боятся оторвать пятки от пола. Быстрее закрывайте это видео и удаляйтесь подальше от экрана, потому что сейчас будет хардкор старой школы. Суть какая? Ставим пятки вместе, носки врозь, становимся на носки, руки вверх и приседаем. Так, это разминочки. Для чистоты эксперимента на бусу ногу делаю. Стартовых 16 килограмм. 2 по 16. Прикол в этом упражнении в том, что очень сильно напрягается спина и без определенной мобильности едва ли что выйдет. 2 четверки. Две одинаковые, за одинаковые даже цены. Тут поясочек надо подзатужить немножко уже. Движение получается очень медленное, из-за этого очень тяжелое. Ну, в принципе, можно попробовать еще разочек. Садюсь вроде как легко, всадь сложнее. Можно попробовать. Сейчас есть. Попробую еще разочек. Движение 24. Движение 24. А я хотел сделать 32 негативчика, а потом 24, думаю, пойдет легче. Ну, и так 24 получилось. Ну, попробовать 32 надо. Надо попробовать хотя бы, что это такое. Блин, ну, 32-шки это уже не шутки. Вроде не намотано ничего на колени. Все, ура, в сто. О, только поясочек на всякий случай, потому что все-таки упражнение компрессионную нагрузку несет себе. Тут даже, честно говоря, веры в голове нет, чтобы получится. Попробую, чтобы все-таки упражнение компрессионную нагрузку несет себе. Чуть-чуть отойдут. Попробуем сделать. Но бояться я это упражнение, если у вас все здорово, колени, таз, спина, думаю, не стоит. Все равно большой вес покорится отнюдь не каждому. Ну, большой это, в принципе, может для кого-то уже 16-ки будет большим. Для меня 24-ки большой, 32-шки пока не подъемные. Ну, сейчас еще попробую, конечно, хочется. Ну, такая задачка, обрисовать себе хочется, сделать когда-нибудь в планах сделать 32-шки. Ну, тут так, чувствую, квадрончики работают хорошо. Порвем. О том, что встать, речи нет. Нет и не может быть. Но, кстати, как подойти к этому упражнению? Если не хватает бензина вставать с руками над головой, помните вариант, когда они на ладони. Сейчас покажу с шестнариками. Тоже очень хорошее упражнение. Но если и это упражнение у вас не идет, всегда есть вариантик сделать приседание Гаккеншмидта. Это с гиркой за спиной. Сейчас его тоже покажу. Вот, становитесь, гиря сзади располагается, сели, взяли задушку и поднялись. Это было 16. Сейчас 24. И попробую, стоит 32-шечку. Учитывая тот факт, что в этом движении лучший результат принадлежит самому Гаккеншмидту, 96 кг, то эти 32 выглядят смехотворно. Особенно вдвойне, если я сейчас с ними не встану. В общем, это такая нестандартная работа на ноги. Там, где мы действительно очень хорошо нагружаем верхнюю поверхность бедра. Помимо всего прочего, можно делать гоблит приседания, можно делать статику с гирей на спине. Давайте покажу все. Гоблит, это кубковые приседания под глаза попа, на всей ноге. Это вот так мы берем и садимся. Можно посидеть вот так для растяжки. Можно нагрузить на спину, встать и стоять, железный конь выполнять. В общем, помимо даже приседаний, опять же с гирей в одной руке над головой, на всей стопе, выпадов, тяг и всего прочего, очень много есть работы на ноги. Но, пожалуй, приседания луриха, это самый хардкор относительно тренировки ног с гирями. Про ноги забывать не стоит. Я от штанги отошел, перестал, у меня в шиза была, я начинал, если помните, на канале есть, 20 килограмм, 30, 40, 50, все приседал по 6 раз. Лестенькой доходил до 130, до 140 иногда. И это делал практически каждый день, но через день точно. Сейчас от этих приседов отошел, но уже где-то месяца 10-11 этого не делаю, но сила ног благодаря гирям не теряется. Поэтому выполняйте упражнения, ребята, используйте поясочек, пробуйте и пишите в комментариях результатик, кто с каким весом смог присесть по луриху. На сегодня все, до скорых встреч, пока-пока.